В спортивной школе Олимпийского резерва городского округа прошли чемпионат и первенство Московской области по толканию ядра. В них приняли участие около 50 спортсменов. Подробности прямо сейчас. Толкание ядра – олимпийская дисциплина легкой атлетики для мужчин с 1896 года. Женщины выступают с этим снарядом с 1948 года. Этот вид спорта остается популярным по сей день. У нас чемпионат первенства области проходит всегда в Щелково, в Манеже, но там нет сектора для толкания ядра. Решили попробовать в Люберцах. Спросили у директора на эту тему. У нас был директор Павел Славек Софин. Он сам толкатель ядра, бронежный чемпионат мира. Ну и как бы ему это родной и разрешил. В Люберцах чемпионат проходит уже пять лет. В нем принимают участие спортсмены из Люберц, Коломны, Воскресенска, Подольска, Клина, Дмитрово, Балашихи и других городов Московской области. Соревнования проходят в четырех возрастных категориях. Возраст юноши и девушки до 18 лет. Юниорки и юниоры до 20 лет. Это 18-19. Потом молодежь 20-22. И взрослые женщины, мужчины. Один из участников чемпионата Дмитрий Рощин. Ему 15 лет. Толканием ядра занимается три года. В ноябре на всероссийских соревнованиях Дмитрий выполнил спортивный разряд КМС, толкнув ядро на 16 метров 12 сантиметров. Хотелось всегда быть сильным, а толкание ядра считает сильные и взрывные качества. Тренировки проходят обычно, ну первые 30 минут это разминка. Потом мы обычно делаем, выполняем броски с мячами. Можем иногда потолкать, а потом несколько упражнений на штанге. Условия участия меняются в зависимости от пола и возрастной категории атлетов. 17-летняя Марина Засорина 6 лет в этом виде спорта. Девушка хорошо разбирается во всех нюансах первенства. Девочки, например, до 17 лет толкают тройку. После 17 они вступают в более взрослую, толкают 4 килограмма. Мальчики же до 16 толкают 4 килограмма, а после 16 берут пятерку. И с каждым возрастом ядро увеличивается. У мальчиков до 7 250, а у девочек четверка – это последний вес. Всем участникам дается по три попытки. Восемь спортсменов с лучшими результатами получат еще три. Так определяется лучший из лучших. Но при этом важно помнить о правилах. Если человек ядро бросает, ему попытка не засчитывается. Потому что нужно именно толкнуть ядро. От шеи толкнуть, а некоторые отрывают и пытаются бросить. Все это уже не засчитается. Потом толкнул ядро человек, он должен выйти назад. Вот там есть такие усы. Если он выйдет вперед, он тоже попытку не считает. На чемпионате и первенстве Московской области по толканию ядра Люберецкий округ представили 10 спортсменов. Участники с лучшими результатами отправятся в Пензу на первенство России. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.